Базар 11 представляет А ссылка внизу будет в описании, там будет написано скачать Boosts для Android Двоетощие и там ссылочка будет Там можно скачать наш zip архив Создали папкам Программкой Boosts 251 АПК 4 ранних сборок Windows 95 Это Windows Chicago 40, 58S, 73 и 81 И настоящая версия Windows 95 Русская версия Win95 Английская версия, возможно, Win95-128 Для начала, перед тем как начать Надо извлечь все файлы, то есть распаковать вот этот самый архив В данном случае извлечь все файлы и кнопка извлечь В обычной проводнике Windows Тут всего лишь 1 гигабайт Надеюсь, не произойдет с ошибкой Да, без ошибок Распакуется Наш архив Распаковался наш архив С комплектами подставки Это все, что есть Что ж И снова, перед тем как начать Немножко требования Android 2.3.6 Gingerbread и выше То есть можно на современных Android Попробовать запустить Ту же самую программку Boosts И второй момент На некоторых Android устройствах запускаются образы и из карты памяти И из памяти самого Android устройства Лично я наблюдал Когда я скопировал Тогда сначала в памяти устройство, тогда не сработало А сработало с карты памяти А есть наоборот Есть такой момент Это касается и некий Samsung Galaxy Ну и к сожалению я хочу сказать На новых устройствах Хотя кому везет В том, что образ сработает и папка SDA В памяти самого устройства А не с карты памяти Я рекомендую скопировать на карту памяти Папку SDA Вместе с одним образом Ежащей в папке SDA Это я покажу как сделать Но если не запустится То перенесите Во внутреннюю память То есть в память самого устройства Смартфона и планшета А теперь Приступаем к работе Что ж У нас к примеру будет Вот это вот смартфон на Android 4.1.2 Это если что Fly IQ4411 Конечно у меня перепрошитый Все дела На обычную оболочку Android Но тем не менее Подключаем USB к компьютеру У меня как выдается Как подключен В режиме зарядки Так что Открываем Шторку У виндовлений И нажимаем В данном случае На подключен В режиме зарядки Тут нам предлагают Медиа устройство MTP Или MTP Как еще называют Есть SD карта То есть как флеш накопитель Так называемый Но я рекомендую сделать С MTP А можно даже с SD карты Тут тоже можно перетаскивать Если имеется проводник На Android Можно перетащить И в память Самого устройства И снова в карту памяти Но я попробую MTP Поставить Соединение прошло успешно Вот К примеру Наше устройство Пока закрываем Копируем папочку SD Копируем папочку Выбираем Копировать Выбираем Наше устройство У меня как типа SD карта Но на самом деле Это Две хранилища Память устройства У меня Один гиг Вставляем Нашу папочку SD Вот Наша SD И вставлена Попробуем На всякий случай В корневую папку Это обязательно Это АПК Приложение Как раз таки Boost 251 Его тоже скопируем Тоже выбираем Устройство И вставляем сюда Вставь Ебус 251 АПК Что ж А ещё Попробуем взять Windows 95 В данном случае Это будет Windows 95 Его тоже скопируем А скопируем Знаете В куда Вот В данном случае Выбранный образ Win95 AMG Формат AMG В папку SDA Это обязательно Без этого Это не запустится Выбираем SDA папку В устройстве И Вставляем Но В чём Слой Как говорится Надо Переименовать В C То есть В маленькую букву C И как там C называют Так что Ждём Скопируем Вот этот образ И Надо Переименовать В C Можно на Android Устройстве Сделать Или на компьютере Переключать На английскую Раскладку На любую кнопку Нажимаю Хотя бы Например На Клюз Что я Иначе У меня бывает Выскакивает Что не могу Переименовать В C То есть C AMG Переименоваю Успешно И Можно Отсоединить Каби К компьютеру Пожалуй Я Отсоединяю Далее Заходим В управление Файлами И Устанавливаем Программку Ту самую Программку Boost 251 АПК Вот Предлагает Установить Это я уже Настроил Но В первый раз Когда Вы будете Установить Там Сначала Заблокировано Но Предлагает Настроить Поставить В неизвестные Источники Я покажу На примере Samsung Galaxy G3 2017 Перед Установкой Просит Разрешение Заходим В настройки Неизвестные Источники Вот Неизвестные Источники Есть Пункт Разрешить Только Эту Установку На Других Версиях Андроида Тут По Другому Пошла Установка Приложение Установлено Можно Открыть Продолжаем Кнопку Установить Нажимаем Установка Пошла Приложение Установлено И Можно Сразу Открыть Так как Все Сделали Правильно Открываем После того Как Сделали Правильно Пишет Starting Windows В данном Случе Starting Windows 95 Запускается Операционка Windows 95 Здесь же Вызывается Клавиатура При необходимости Можно Напечатать Рекомендую С английскими Раскладками А иначе Не сработает Надписи Запускается Наша Операционка Вот Операционка Открываем Вот так вот запускается. Надо настроить. Так, часовой пояс. Вот, покажу, как ими управлять. Вот, сенсорный экран является как сенсорное пое. Именно сенсорное пое. Для Е-вой кнопки мыши понадобится клавиша плюс регулировки громкости, а минус регулировки громкости, минус, это правая кнопка мыши. Вот в чём задействована эта программка для работы с сенсорными управлениями. Нажимаем ОК. Променеем настройку и ОЧУДО! Windows 95 променён. Проверим мой компьютер. Правая кнопка мыши как клавиша минус в регулировке громкости, левая клавиша как плюс. Вот он действительно Windows 95 на Android устройстве. Запустил я на ура. Можно поиграть в косынку, можно что-то там посмотреть, ознакомываться с Windows 95 на Android устройстве. Можно даже уже выключить. Выключается само. Всё. Наконец-то Boost установили и работает. Boost работает на ура. Но я покажу ещё следующий момент, а потом можно закончить. Сейчас немножко такой момент покажу. Boost открываем. На седьмом Android у меня 7.1 Android выскакивает вот такую вот ошибку. Но это не обращайте внимания. Запустится. На этом всё. Пожалуй, я показал, как запустить именно Windows 95, в данном случае на Android смартфоне и планшете. Большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Это очень важно для развития канала. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...